Пять лет в Москве я делаю некоммерческий, образовательный, познавательный проект. Это международный формат «Печа-куча-найт». Похожий проект Creative Mornings Moscow, его мы делаем уже почти два года. Это такие волонтерские международные проекты, которые ставят перед собой задачу налаживать горизонтальные связи в обществе, знакомить профессионалов из самых разных индустрий и, в общем, делать как-то жизнь более осмысленной и интересной. Последние почти два года я работаю в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», о котором, наверное, многие из вас знают. И, собственно, пригласили меня из теории практик на «Стрелку» делать проект под названием «Вектор». Собственно, на этом я заканчиваю о себе и переходим к тому, ради чего мы собрались. Я почему-то довольно поздно для себя понял, что образование в нашей жизни играет очень важную роль, с одной стороны, а с другой стороны эта сфера является очень медленной и очень консервативной. Особенно это касается высшей школы. На этой фотографии Болонский университет, один из старейших европейских ныне действующих университетов. Он появился в 1088 году. И если задуматься, концепция высшей школы, концепция высшего образования за все это время кардинально не менялась и остается прежней. То есть есть какой-то профессор, источник знания, есть студенты, которые являются потребителем этого знания, и вот есть этот обмен. Иногда он двусторонний, но чаще все же он односторонний. И если вспоминать, как это все начиналось, профессор он один, студентов он может учить ограниченное количество. И это довольно инерционная была система, которая слабо масштабировалась. Мощным скачком и мощным движением вперед, на мой взгляд, для образования или шире, скажем, для системы распространения знания случилось изобретение Гутенбергом книгопечатного станка в 1440 году. То есть когда профессору можно не просто рассказывать из уст в уста своим студентам о своих знаниях, их можно зафиксировать и упаковать в книгу. Эту книгу можно быстро тиражировать. Книга перестала быть предметом коллекционирования и уделом богатых состоятельных людей. Книга стала демократизироваться. И сейчас мы все эти книги используем регулярно. Более того, они сейчас печатаются и появляются еще быстрее. Про электронные книжки, в общем, даже говорить не буду. Это в ту же сторону. И знание таким образом стало распространяться быстрее, демократичнее, горизонтальнее. И вам не обязательно общаться с профессором тем или иным, чтобы знать область его предметного знания и чего он там добился, и о чем он рассказывает своим студентам, если он потрудился упаковать это в книгу. Дальше происходит, на мой взгляд, следующий важный скачок в образовании, в системе передачи знания. И связан он с технологиями. На стрелке в какой-то момент стала такая крылатая фраза. Диджитал – это наша новая повседневность. И это действительно так. Вокруг нас происходит революция технологическая, но она такая тихая и незаметная. Такси мы вызываем одной кнопкой. Деньги мы даже уже не достаем. Они просто снимаются с нашей карты. Общаемся мы все больше по скайпу и так далее, и так далее. И все это влияет на образование в том числе. И вот почему. Как только появилась эта аббревиатура массовых открытых онлайн-курсов, принятая во всем мире, в 2011 году на курс по искусственному интеллекту Себастьяна Труна записалось 160 тысяч человек. Он преподавал в Стэнфорде. Количество желающих послушать его не вмещалось в аудитории. И тогда он подумал, а почему бы не упаковать это и не выложить в интернете, и посмотрим, сколько человек запишется. Из 190 стран, по-моему, записались студенты, 160 тысяч. До конца дошло, по-моему, процентов 6 человек. И это один из самых больших вопросов, который ставит сейчас перед собой онлайн-образование. Как повысить тот самый retention rate, количество людей, которые доходят до конца онлайн-курса. Но тот факт, что образование, выйдя в диджитал, в интернет, в сеть, становится еще более доступным и еще более мобильным, это очевидно. И это сейчас сильно влияет на традиционное оффлайн-образование. И многие университеты сильно переживают по этому поводу. На мой взгляд, переживают зря, потому что онлайн-образование все-таки никогда не заменит оффлайн-образование, потому что мы сейчас с вами находимся здесь все вместе, вы меня не можете поставить на паузу. А если бы я был, например, на экране, вы бы могли это с легкостью сделать. И это очень любопытный эффект. Курсера – флагман онлайн-образования. Это проект, который появился совсем недавно, на самом деле, в 2012 году. Вот сегодня утром я делал этот скрин. 13 351 390 человек зарегистрированы на Курсере. Просто задумайтесь. Почти 13,5 миллионов человек из самых разных стран учатся на Курсере, проходя самые разные онлайн-курсы от самых разных университетов, лучших университетов мира. Это такой цифровой образовательный коммунизм, который придумали два человека, тоже профессора Стэнфорда. И они решили, что знание, оно не должно быть привилегией, оно должно быть доступным любому человеку, который хочет узнавать что-то новое и развиваться. Но на Курсере хорошим показателем считается, когда до конца курса доходит процентов 5-7, чаще всего это 3% людей, которые доходят до конца. Вот ответ, один из ответов, почему так мало людей доходит до конца онлайн-курсов и почему людям так тяжело учиться в диджитале. Потому что технологии, с одной стороны, сильно помогают образованию, с другой стороны, они тут же очень сильно мешают образованию. Мессенджеры, социальные сети, сериалы, которые появляются моментально в доступе, все моментально переводится, все моментально распространяется и шерится. Все это отвлекает человека, и наше сознание по-другому сейчас воспринимает информацию. Кто занимается онлайн-образованием, тот знает, что методология диджитального знания, передача диджитального знания кардинально отличается от традиционной оффлайновой методологии, потому что нужно упаковывать все в маленькие форматы, маленькие кусочки, миксовать их, потому что человек постоянно отвлекается на все, что у него происходит в смартфоне, в ноутбуке, потому что все мигает, отвлекает и предлагает переключиться на что-то другое. Но образование, оно, в общем, люди, которые занимаются современными образовательными практиками, они тоже не стоят на месте. И, например, буквально на днях появился новый курс на Арзамасе, который, конечно, меня абсолютно покорил тем, что они про Пастернака рассказывают в том числе с помощью эмоджи. Казалось бы, насколько серьезная тема и насколько она традиционная. И как лихо ребята сделали абсолютно виральный продукт, совершенно точно образовательный. Ну, здесь, в общем, есть место для полемики, Арзамас не позиционирует себя как образовательный продукт, он, скорее, познавательный, это действительно так. Но, тем не менее, вот эта возможность возможность современным языком, технологией рассказывать знания, это очень важный и значимый момент, который сейчас многие пытаются осмыслить. И Курсера имеет такие низкие показатели по прохождению курсов, в том числе и потому, что у них довольно ограниченный набор инструментов, которые они предлагают университетам, создающим для них онлайн-курсы. Именно поэтому Стрелка, думая о том, как двигаться в интернет, рассматривала в том числе варианты чужих платформ, то есть можно сделать свой курс и разместить на другой платформе. Это сильно проще, дешевле, но не всегда эффективнее. И поэтому мы решили делать собственную платформу, собственный продукт. И когда мы его делали, мы изучали опыт всей сферы онлайн-образования. Она довольно большая, хотя появилась не так давно. И Arzamas появлялся параллельно с нами, появился чуть-чуть пораньше. И мне было приятно наблюдать и смотреть, как мы находили одни и те же ответы. И многие решения, которые мы используем в наших продуктах, они совпадают. Еще один симпатичный проект, который появился совсем недавно, называется The Question, они, с одной стороны, используют технологичные решения для того, чтобы, ну там, кто чуть-чуть знает, здесь есть стартаперы, поэтому вы наверняка знаете о том, что такое MVP, о том, как сначала можно делать продукт с совсем небольшим количеством функций, а потом уже смотреть, какой запрос есть у пользователя, и наращивать уже по запросу, а не сразу выкатывать гигантский продукт. И вот The Question, они примерно так действовали. И здесь еще очень важна медийная составляющая, не в смысле коммуникации, а в смысле даже внешнего вида и языка. То есть если посмотреть, что на Arzamas, что на Question, а потом и на Vector, вы поймете, что нам уже не хочется выглядеть как Coursera, потому что Coursera в 2015 году уже выглядит устаревшей, хотя появилась в 2012. Мы привыкли читать красиво заверстанные тексты в интернете с хорошими фотографиями, с хорошим дизайном, инфографикой и так далее, и так далее. И если образование сегодня хочет конкурировать за внимание человека в интернете, а это необходимо делать, то выглядеть там нужно соответствующим образом. Ну и, конечно, совершенно потрясающие медийные хуки. Используют, например, этот проект «Секс в космосе». Делают ли это космонавты и космонавтки? И там отвечает человек на этот вопрос, который 10 лет занимался диссертацией по этому вопросу. Это довольно увлекательно. Vector — это школа, которую мы придумали в Стрелке. Она связана с городским предпринимательством, городскими проектами. И мы поняли, что рассказывать об этом сухим языком, урбанистическим, предпринимательским, бизнесовым мы не хотим. И мы использовали разные хитрости и уловки. И когда нам нужно было рассказать серьезные вещи, цитируя тех или иных экспертов, мы поняли, что даже нам становится скучновато, хотя мы сильно в материале. И мы придумали кнопку — сходите с экспертом в бар, чтобы понять, что он хотел сказать. И мы переписали каждую цитату очень простым языком, как будто бы вам эксперт рассказывает это в баре. И мы поняли и приняли для себя эту формулу, что современное образование — это медиа. Это коммуникация, причем она двусторонняя, и эта коммуникация должна быть соответствующим образом выглядеть. Исторителлинг, умение рассказывать историю, это тоже важная функция медиа, которую мы зашиваем в образование сегодня. Я хотел еще показать один ролик, он двухминутный, чтобы вы поняли, как может сегодня выглядеть образовательное видео, потому что в этом направлении тоже приходится делать огромную работу. Мы живем в городе, которые мы получили от предыдущих генерations. Это как жить в доме, построен для кого-то другого. Встреча с целью, строительными домами, и зданиями, строительными домами, были созданы отдельно с социей, с различными нуждами, требованиями и предыдущими жизни. Продолжение следует... What is exceptional about our society is its constant evolution. It exists in a condition of permanent change. These changes are manifest in our daily routines of the protocols and patterns that define how people live. But what about buildings? It seems they simply cannot keep pace with the changes in our society. Influencing all relations between people. Everything is happening faster and faster because of technologies. What should we do to adapt the outdated spaces of our cities to better accommodate the needs of our fast-changing, ever more virtual society? The key is attentive and insightful observation. This ability to record the details of everyday routines and to draw the right conclusions about how they work is the very basis of successful urban projects. And those who do it best are not necessarily architects or urban planners. They are people who possess a certain set of skills that can empower virtually anyone to investigate and understand the most inspiring elements of urban daily life. These courses are designed to introduce people of all backgrounds to these essential skills. Over three interconnected courses we will show you how to explore and examine urban life. We will outline for you the essential elements of urban photography, video and mapping. And we will show you how to apply this knowledge to offer insights, make proposals and improve life. The first question of the room is the same. Where did you buy this video? The first question of the room was the question. Where did you buy this video? But at some point, this process will be seriously changing, and video of the education will become better and better. That's all. Thank you very much for attention. Thank you very much. Thank you very much.